Таким был 2013 год для Украины и Запорожского региона в частности. А что несет в стране год следующий, пытались выяснить наши корреспонденты. Они исследовали звездные карты вместе с астрологом. 2014 обещает быть тяжелым годом для всей планеты, говорит руководитель Запорожской школы астрологии Ирина Графская. В последний раз год зеленой или синей деревянной лошади был в 1954 году и принес миру немало важных изменений и открытий, в том числе и Украине в числе стран Советского Союза. В истории этот день остался как время передела власти после смерти Сталина, запуск первой атомной электростанции, испытание водородной бомбы, присоединение Крыма к Украине. Так как по теории восточного календаря все циклично, вопросы 60-летней давности могут найти свое продолжение именно в 2014-м. Вообще этот год и с точки зрения космоса и планет, он год хаоса и год революции. В этом году два затмения и оба они завязаны на финансовых вопросах. Поэтому стабильности в этом году ожидать не приходится, к сожалению. 2014 год – год Большого Креста. И в этом году повышается вероятность очень серьезных и масштабных кризисных ситуаций, очень большие социально-экономические проблемы, очень много будет финансовых проблем в этом году. В этом году вот так получается, что космические планетарные ритмы, они синхронизированы с планетой Земля. И поэтому очень много может быть неожиданных катаклизмов природных. Этот год очень такой чреват неожиданностями, чреват проблемами. По словам Ирины Графской, в новом году возможен финансовый кризис и заметная дестабилизация крупных влиятельных государств. А учитывая, что положение планет Большого Креста влияет на повышение революционных настроений и хаоса, это может привести к неожиданным последствиям. Так как в Украине эти явления проявились еще до вступления в силу года лошади, здесь есть риск усугубления ситуации. А звезды советуют украинцам как раз наоборот – сохранять спокойствие. Украина на этом фоне может очень хорошо выиграть, если она будет стабильна, если она будет соблюдать свои интересы, не поддаваться вот таким раскачиваниям. Потому что вот это массовые тенденции хаоса, массовые тенденции к революции, они могут снести все на своем пути. Во второй половине года, когда влияние Большого Креста из планет прекратит свое влияние на Землю, звезды больше не будут настраивать мир на революционное развитие событий. И если люди смогут не поддаваться появившейся тенденции, вторая половина года обещает быть очень легкой и спокойной. Если первая половина года, ознаменованная Большим Крестом, будет очень проблемная, то вторая половина года, она намного спокойнее, она намного приятнее, она намного радостнее. Когда все то, что задумал, будет легко получаться, будет появиться какой-то луч надежды, луч радости в нашей жизни. Я хочу сказать, что из этой сумеречной зоны Украина может выйти очень достойно, очень хорошо соблюсти все свои интересы. Главное – это спокойствие и выдержка. Украина всегда этим славилась. И если политическая нестабильность будет продолжаться в первую половину года, то финансовая на протяжении всего 2014-го. И людям, и странам звезды в этом году не советуют брать кредиты или начинать серьезные экономические проекты. Главное – это спокойствие и выдержка. Продолжение следует...